мы приехали сегодня я инспектор и предъявить вашу путевку пожалуйста кстати были мы здесь в прошлом году мы ездили здесь кольцо 60 километровая и вот этого да не было то есть вот по те кусты ее не было и вот там кунг стоит его затопило вот такие дела так что если вы здесь хотите стать с палатками будьте готовы к тому что вас затопит сегодня чего сегодня мы приехали просто так скататься правильно правильно пешком сегодня пройдем километра 3 поднимемся наверх посмотрим что есть вельки будут попозже ну чё с палатки внизу вот это дом на камень может залезть он короче держит что прям по камням надо ходить по корням они ведут жесть красотище вообще место огонь блин тут прохладник так ты не помнишь года кстати сейчас это можно вырезать когда вырабатывали их короче где-то в 1860 чтобы вы понимали где мы находимся и что это за место гора верблюд находится в трех километрах от села ширяева на территории парка самарского лука и посещение и платно нужно покупать путевку наивысшая точка 326 метров сложные известняковых пород и доломитов поэтому они можно встретить скалолазов других людей на веревках в этой горе находится штольня в настоящее время заброшенная работы по добыче известняка велись кустарным способом с 1879 года то есть добывали людьми кирками и впрочем руками позже что ли начали взрывать выработанную породу отвозили по узкоколейным дорогам которые еще остались я их снял в село ширяева до села где-то километр 3-4 с 1940-х годов работы проводили силами заключенных и военнопленных разработки известняка прекратилась 1965 году есть того момента что ли заброшенная вот серьезно маленькая такая была на этом месте посмотрите это что такое потаенная зона потаенного входа друзья надо все запечатлеть на ходе внутри будет да о слушай холодно откол произошел а тут прям кстати видно такая плита которая упала когда в такие места ходите ребят тут короче кричать нельзя начала засыпет и останетесь здесь навсегда хоть ребята в эти камни они вообще свежак то есть реально люди вот сюда ходят они подозревают что такая камень к можно них упасть и кстати здесь очень глубоко но и вот прямо на ней еще с фонарем зачем вот видишь места а да кстати такие кругляшки прям о смотри ребят ребят знаете что такое сани что ты никогда не что это я ребят знаешь что это такое вот если вы мне скажете что вот это что это да что это как-то думаешь ты не знаешь что копоть какая ночь кучетках и дальше видно во ребят да я сделал кадров вам пометь что вина лучше было в общем смотрите видно тут все что было породы хренища обваленный мышиные какашки сидела но кстати здесь свежо очень свежей чем на улице пойдем что его мы не представляете какой объем вот этот вот огромный просто типа если вас придает эту херню это вообще ну типа то есть представляете ребят здесь люди ходили и грубо говоря вручную херачи огромная глыба но они взрывают но после так как они следует на вагонетках все это воде вот смогли было поднять такую хрень раз два три четыре пять это вот тут лежал скорее все чё там ну что такая тишина да тут такая тишина о ребят смотрите это это этот а рельса да это рельс вот такие они здесь были смотрите какая узкоколечко слушай ну они реально в разных стороны проходят о кстати смотри смотри на камеру там люди смотри они реально огромные ребята здесь вот этих колонн пролетов просто куча а я там не вижу края пойдем туда просто именная штука что они там были слушай ну там крайне видно я туда хочу сюда закладывали взрывчатку гулять он пустой чего нахуй на все лету для чего заворачиваем мы забыл заходим смотрите ребят прям изолятор настоящий то есть как на лэп а он здесь в пещере что не считается все таки но это скорее да кончик может и привод вагоня зачем который натаскали возвращается но вообще нормально да ты представляешь какие старые люди угробили два нас кто его произвел вообще кто сделал слушал это муж было это муж было мышь да не так еще короче здесь люди доходили до конца и все изрисовали вообще ульяновск 9 год ну короче это такая памятность которая здесь прикал в общем на крыше у это мышь реально лол вот это и вот это да и о смотри сколько их там много слушай они в глубине сидят да ребят короче дохренише мышей летучих реальные мыши подожди слушай кто-то ест они от цвета пыжатся при кеш смотри тут червяки которые едят они от цвета скукоживаются вон они ползают это не опарыши ребят реально смотрели я и говорю ребят жуки которые боятся свет серьезно реально замерзли ребят это что было ребят но внутри надо реально одеваться в зимнюю одежду потому что же холодно тут давайте поснимаем вот так да а мне как давай я тебя снимаю давай давай вот так вот жопой прямо туда ну или тебе так проще саня как и тебе дела саня здоровье в порядке тебе понравилось что мы сегодня саня саня подай знак этот она слушай красиво башка верблюдо знаешь чё хочу занести сюда твой велосипед разрешаешь снимайте причем не сдох у него не чисто физически а прям нормально просто пуганый мне тебе помог я тебе помог а ты выёживаешься нормальный я дочек а это никто не достает ее тут никто не достанет тут же всякие эти живуть травопитающиеся вон этот камень страшно очень страшно он не уедет надеюсь прикинь что поедет вниз блин залезут трава на камни растет норма ты какой страшный постучи ногой вот поэтому я вот здесь и как сейчас наступил он прям такой бунк опа у у моя а это он там можно тоже туда чуть ниже эти вон крюки альпинистские в общем то мне здесь понравилось было ничего да надеюсь вы прочувствовали всю высоту эту потому что здесь реально высоко и ветреное и холодно надеюсь все было хорошо блин с дабы квадрокоптер знаешь а его не сдувает у нас квадрокоптер да что то не работает камера почему ну она сломалась сломалась опять вы кто такие я вас не звал вы кто такие я вас не звал